только что шел по улице видел как два мальчика общаются между собой говорят слушай а давай дружить я подумал вау это так прикольно так легко взяли начали дружить а так ли это у взрослых и вообще есть ли проблема дружить со всеми или только с одним вообще что такое друг и дружба давайте разбираться добрый день дорогие друзья именно друзья потому что сегодня хочу с вами наконец-то после многих тем которые мы с вами уже успели обсудить поговорить о дружбе друзья ли вы мне или нет друзья или друг я вам или нет что такое дружбы вообще друг это человек который не враг по простому логично логично то есть у меня есть какой-то там вася василий сергеевич да вот и мы с ним никогда в жизни не ссорились у нас никогда не было какой-то общей дележки такой который бы нас приводило какому-то конфликту и поэтому в принципе можно сказать что мой друг и да и нет дружба понятие очень широкая например наверно вам всем известно что знаете в америке очень часто встречается типа там ай гай там всякие такие вещи то есть у них любой человек вы парень сидящий с тобой за столом в одной кафешке либо что-то подобное он твой друг это в америке до в россии же например это немножко по-другому работает что такое друг дружба еще даже какие-то там 60 70 назад друг товарищ брат это очень высокая нельзя назвать любого человека которого ты сидишь сейчас обедаешь что он твой друг он твой товарищ он твой знакомый но друг он раз и навсегда даже более парадоксально то что иногда бывает ты женишься либо выходишь замуж да и у тебя может быть в течение твоей жизни много браков не дай бог да она друг у тебя один на всю жизнь друг дружище все это человек которому тебе не стыдно поплакать у меня когда-то был лучший друг к сожалению так получилось что все меняется да честно вам скажу я еврей как вы уже поняли а он немец так бывает он настоящий уральский немец и мы с ним дружили мы не могли никак друг от друга от отлепиться иногда он действительно был таким моим самым крепким другом есть еще интересный момент как например вы общаетесь с друзьями если опять же посмотреть на английский язык или даже если посмотреть на иврит вы знаете что в иврите например как такового обращения вы не существует как и в английском you 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 также на иврите а то а то а то есть маленький момент когда уважительно называют человека это когда обращается кровину но в принципе на улице если вы зайдете в магазин если вы человек с советским воспитанием с российским воспитанием вы знаете что есть вы да то значит и вы можете сильно очень удивиться когда вас вдруг передает сходу так типа это и тебе помочь ты хочешь купить этот телефон как бы сначала это действительно как-то дергай да но потом ты понимаешь что как бы ну так общаются не знаешь что теперь он мой друг нет просто так общаются из этого тоже понятно такая интересная штука что даже иногда в языке это проявляется то есть вы просить же наоборот чтобы перейти с вы на ты нужно какое-то разрешение там да даже некоторые знаете там пьют на бордершафт надо выпить какой-то там то есть какой-то такой момент что целый церемониал чтобы от вы перейти на ты от чего это зависит почему в америке так почему в россии так почему в израиле так но по разным соображениям иногда это культурные какие-то моменты иногда политические моменты но это факт из этого всего мы видим что дружба и друг в принципе самого слова по себе и дружба как понятие это очень широкий аспект давайте разбираться как в чем и когда и от чего это зависит есть еще другой интересный момент что в самом понятии дружба иногда можно понять само самого человека как он относится к дружбе вот из этого отношения можно понять какой он то есть бывает знаете что люди не умеют дружить ну это не для них нет у них друзей они сами по себе не потому что они плохие потому что ну как бы так получилось иногда потому что они плохие и они хотят делиться да потому что дружба все-таки в какой-то мере это взаимоотношение понятное взаимоотношение которое приводит каким-то там иногда нужно идти на уступки либо наоборот а если человек готов на это все идти ну просто не для него он может помогать знаете бывают такие люди они помогают этому и этому и пятому и десятому но дружить с одним им как-то тяжело на что это показывает это не Не показывает он то, что человек какой-то грубый или неотесанный, нет. Но он, как бы, видимо, может быть, он просто, если так можно некрасиво сказать, не умеет зацикливаться на одном человеке. Ему нужно дружить с несколькими людьми. Вопрос, можно ли дружить с несколькими людьми в равной степени, это интересный вопрос. Можно разобраться с этим потом. Но у него много друзей, с которыми он общается. Не может он найти себе одного друга. Есть люди, у которых лучший друг – это не друг, как человек, а друг, как собака. Вот они дружат с собакой. Даже иногда становятся похожими на своих хозяев, эти собаки. Вот он дружит с этой собакой, с ней общается, гуляет, кушает, обучает ее чему-то. Его лучший друг – это собака. То есть это еще одно доказательство того, что дружба – очень широкое понятие, которое распространяется не только лишь на людей. Многие знают о существовании такого понятия, как дружба, но не все, знаете, осознают, что это такое дружба до конца. То есть кто-то дружит с собакой, он думает, что у него есть друг, кто-то дружит с многими людьми одновременно. Что такое друг по-настоящему, чаще всего люди понимают только с возрастом. То есть нужно четко понимать дружба от знакомства. Когда ты знаком с человеком, который готов тебе помочь, или когда ты действительно дружишь с человеком, который готов тебе помочь. Существует у сифарских евреев такая байка, которая уже приблизительно лет сто- сто пятьдесят. Она звучит так. Значит, отец приходит к сыну и говорит, дорогой мой сын, скажи, пожалуйста, сколько у тебя друзей? Он говорит, папа, ты знаешь, у меня сто друзей, куча друзей у меня. Отец удивляется, говорит, очень интересно, ты знаешь, я старше тебя на много лет, но у меня столько друзей нет. Как ты успел столько, значит, завести знакомых и хороших тебе людей, которые готовы тебе помочь? Сыну стало интересно. Он подумал, дай-ка я проверю. Странная история, как он решил это проверить, но опять же, я вам расскажу, байка есть байка. Он приходит к своим друзьям, говорит, слушай, я убил сына высокопоставленного чиновника. Помоги мне, пожалуйста, спрятать тело и помоги мне скрыться от наказания. Что делают его друзья? Они один за другим, понятно, что они понимают, что для них это тоже опасно, начинают его выгонять. Короче, он обошел там всех своих друзей, всю ночь ходит, ходит, ходит. Никто его не принял. Он возвращается домой и говорит, папа, ты знаешь, я понял, что ты имел в виду. По факту ни одного друга у меня нет. Говорит, ну а насколько ты уверен, что у тебя есть, папа, друзья? Ты же говоришь, у тебя друзей меньше, но они друзья. И отец говорит, хорошо, давай проверим. Он делает ту же самую штучку. Он идет к своему другу, который типа полудруг. Говорит, слушай, я убил там, точнее, не я убил, мой сын убил сына другого высокопоставленного чиновника. Помоги, пожалуйста, помочь ему сыну спрятаться и телу помоги. Что отвечает этот полузнакомый полудруг? Он говорит, ты знаешь, ты сделал ужасную вещь. Вообще по-хорошему я тебе сейчас должен выдать, но только потому, что это твой сын, и я к тебе нормально отношусь, я готов тебе помочь. Но, пожалуйста, завтра ты должен сделать что-то, предпринять, подумай, как выкрутиться из этой ситуации, потому что правосудие должно быть правосудим. Что из этой истории мы видим? Полудруг. Человек, который действительно к тебе относится по-человечески, но он понимает, что ты сделал плохие вещи. То есть друг, первое понятие в идеальном, наверное, нашем понимании, это когда ты можешь к нему прийти и выложить всю свою гадкую историю, которая у тебя есть на душе, и он тебя не выгонит. Он готов тебя выслушать. Он не готов тебе сказать, что ты такой молодец, ты такой хороший. Он готов тебя выслушать. Знаете, у меня один знакомый Равин, он живет не в России, к сожалению, мы редко с ним видимся, он мне рассказал очень интересную историю, похожую на эту, которая была с ним когда-то. Так часто бывает, он придумал проект, хороший-хороший такой добрый проект, нашел спонсоров, значит, и пришел к этим спонсорам, причем не просто даже пришел, но пришлось ехать, по-моему, в Италию. Он прилетел в Италию, чтобы представить свой бизнес-план того проекта, как этот проект должен развиваться, сколько это вообще нужно будет стоить денег. И они, те же самые люди, которые полгода назад ему обещали, что они все ему дадут, и есть у него полный карбланш, сейчас начинают на него просто заваливать. У него истерика, он понимает, что он не выплывает, он не может ответить на их вопрос, ему тяжело, у него все падает, он просто понимает, что, короче, все, полгода работы на смарку, что у него, какое у него желание. Сразу первое, так у любого настоящего мужчины, неважно, Равинт или нет, он хочет немножечко выпить алкоголь. Он идет к своему товару, еще к своему очень хорошему другу, которого ждет от него, что друг ему скажет, да, ты молодец, ты там так пахал, действительно, они такие, 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 сякие, вот они тебя, значит, обманули. Выкладывает ему всю эту историю за бутылкой вина, и друг ему говорит, ты сам лох, ты сам виноват. Он говорит, у меня в шок был, почему? Он говорит, ты сам виноват. Он говорит, твой проект, тебе это надо было? Ты хотел его довести до нормальных результатов? Ты хотел их убедить, чтобы они тебя действительно как-то выслушали, дали тебе денег? У тебя не получилось, они не виноваты. Ты виноват, ты недоработал. Он говорит, ты знаешь, когда он мне это рассказывал, он говорит, я хотел тогда его уже ударить. Он говорит, ну что, весь мир против меня обозлился, да, эти не дают денег, эти обманули, друг на меня наезжает. Он говорит, ну все, нет друзей. Я, говорит, психанул, действительно, я психанул, хлопнул дверь, ушел, сел и подумал, а он же, блин, прав. Он же, говорит, действительно, самый настоящий друг. Это человек, который меня не выгнал, он не сказал ему, слушай, я даже не хочу с тобой общаться, ты неудачник. Он сел, он выслушал меня, принял меня, но не начал меня хвалить или защищать в моих же глазах. Он сказал мне, что я недоработал. Это же и есть дружба, то есть он мне сказал действительно правду, и он мне дал какой-то стимул для того, чтобы я продолжил этот проект. В итоге проект не удался, он уже по другой причине, но действительно у моего товарища, моего знакомого, он как бы воспринял дух, он до сих пор работает, у него все получается от каких-то других иных проектов. Но это произошло с возрастом. Знаете, когда дети играют друг с другом, моя дочь приходит, говорит, все, у меня там крах в школе, моя подруга Рахель, она меня, значит, все, мы не дружим, мы не общаемся. У детей в этот момент у них все, весь мир рухнул, все, эта девочка, которая там с ней делилась карандашами, исписывала, да, теперь она не хочет с ней общаться, все, как бы можно это. Для тебя, как для взрослого человека, ты понимаешь, ну, серьезно, камон, как бы все будет хорошо, действительно, какое-то время происходит. То есть дружба это вещь, которой мы учимся. В течение нашей жизни, с обстоятельствами, которые нас с вами преследуют, мы начинаем понимать, что такое дружба и кто такие настоящие друзья. Давайте смотреть дальше. Смотрите, теперь, что в дружбе действительно нам важно и о чем предыдущая история, которую он только что так красочно рассказывал. Доверие. Ты доверяешь себя, свой вот этот промах, да, своему другу, и он доверяет рассказать тебе и показать тебе, кто ты на самом деле, хороший человек, получилось у тебя или не получилось. Доверие – это важный компонент дружбы и вообще нашей жизни. Когда мы с вами едем на бензоколонку, чтобы заправить свой автомобиль, мы доверяем продавцу, что он нам заправляет бензин, а не воду. Мы по факту можем получать все, что угодно, но мы доверяем и верим ему, да. Когда мы приходим в магазин, покупаем колбасу, мы верим, что она, и доверяем, что она свежая, и мы не отравимся. Доверие всегда везде. Есть интересный момент, когда доверие своим другом, например, вы занимаетесь бизнесом. Это самый интересный момент, когда как раз-таки дружба, знаете, всегда говорят, дружба проверяется именно в этом. Хотя евреи говорят, что от шабата от шабата брат обманывает брата, так всегда говорила моя бабушка. Вот, ну, то есть евреи всегда такие, это шутка, дорогие друзья, не переживайте. Но в любом случае, когда вы начинаете делать общий бизнес, вы проверяете, насколько вы друг другу доверяете. Почему? Потому что происходит, это банальщина, вы все ее понимаете, но происходят иногда такие вещи, что даже если вы начали делать 50 на 50, заработок ваш 50 на 50, и вы вложились на 50 на 50, но иногда получается так, что не бывает две головы у одного тела. Если будут две головы у одного тела, то тело будет рваться и туда, и туда, и туда. Поэтому в какой-то компании, в какой-то фирме должен быть один человек все-таки более главный, а второй должен ему подчиняться. В моей жизни был очень потрясающий момент, когда у меня был тоже хороший друг, уже еврейский друг, среди еврейских друзей, когда я уже стал религиозным человеком, и мы делали лагерь, еврейский лагерь для мальчиков. Мой друг, с которого я просто обожал, и все, мы с ним смеялись, и гуляли, ну, короче, действительно была полноценная дружба, и выкладывали душу. Он становится в этом лагере главным вожатым, а я просто вожатый. И вот тут была проверка, на самом деле, нас обоих. Потому что, ну, как бы, что такое главный вожатый? Если кто-то из вас не очень представляет себе роль главного вожатого в лагере, то, по большому счету, это такой биг администратор такой, знаете. То есть он следит, чтобы вожатые, которые маленькие такие ребята, еще там, да, типа, чтобы они работали, что-то они делали. И там кухня работала, ну, короче, взаимодействие в лагере. А ты, как вожатый, просто твоя задача – развлекать детей, заниматься, быть с ними и все такое. И ты должен слушать то, что тебе говорит главный вожатый. Теперь, когда твой главный вожатый, и, в принципе, твой прямой начальник – это твой друг, и ты можешь ему сказать, ну, камон, что ты начинаешь мне тут рассказывать? Я не хочу тебя слушать. Ну, как бы, это бред, да? Если ты так говоришь, и ты думаешь, что это правильно, и ты друг, то, может быть, все будет хорошо. Потому что он, скорее всего, может быть, будет умнее, да, и он как-то это все съест. Но получится из этого кайф, и будет ли это все хорошо – не факт. И тогда буду хвалиться, и сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я понял, что нужно засунуть свое «я» очень глубоко в себя и просто делать свою работу. И он это чувствовал, и он видел, что мне тяжело, и ему было тяжело, я тоже это видел, потому что ему было тяжело сказать мне «мой шеп, стоп, ты сейчас не идешь туда, ты должен пойти и поднять детей, там, не знаю, на зарядку». Он это говорил в приказном тоне, в котором со мной в жизни не общался таким тоном никогда, когда мы сидели в комнате либо в классе, да? Но я понимал, что он босс, а я подчиненный. И всем было классно, и дружба потом осталась. Дружба осталась дружбой. На чем она была основана? На доверии. Я доверял ему, что он делает свое дело, и он делает его хорошо. Он доверял мне, что я должен доверять ему. То есть такой, знаете, обратный процесс. В бизнесе то же самое. Если вы начинаете доверять своему партнеру, что он вас не обманет, то дружба может сохраняться. Если же доверие в дружбе пропадает, и в бизнесе пропадает, бизнес может рухнуть, и дружба может рухнуть. Вопрос, как сохранить это доверие, здесь, наверное, есть только один ответ. Нет. Две стороны должны быть умными. Люди должны как-то, не знаю, выкрутиться из этой ситуации. Я не могу сказать, что я очень опытный человек в этом плане. Да, как бы я не дружу годами. У меня есть друзья. Но каждый раз происходят какие-то ситуации, из которых мы по-разному вылезаем. Поэтому какого-то общего совета, который подойдет всем, наверное, у меня нет. Здесь просто нужно думать. Давайте смотреть дальше. Теперь давайте разбираться с точки зрения более еврейской. Есть известная фраза. Я думаю, что в книге, которую вы, может быть, не читали, так точно слышали. В книге «Экклезиаст» звучит она так. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в их труде. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого, кто бы поднял бы его, нет». О чем эта история? Друг всегда готов, хороший, нормальный друг всегда готов тебе притянуть руку. Есть здесь очень интересная игра слов на иврите. На иврите «рука» — это яд. Две буквы «яд». В русском это плохое слово, на иврите это хорошее слово «яд». Я притяну тебе яд, притяну тебе руку. Что такое товарищ и очень близкий тебе знакомый друг? Есть слово «хавер» на иврите, а есть другое слово. Называется «ядид». То есть это удвоенное слово «яд». «Ядид». Это можно перефразировать так, что «рука об руку». То есть мой человек, которому я ядид. Я руку ему, он руку мне. И это действительно мой ядид, мой товарищ, мой близкий друг. Как хотите это называйте. То есть потребитель, только лишь потребитель, не может быть другом. Если ты не готов протянуть руку другому, ты не друг. Ты паразит. Поэтому люди, которые сидят и ждут, что им кто-то поможет, и вы в этот момент им помогаете, у вас может сложиться такое ощущение, что вы с ними дружите. Но задумайтесь на секунду, помогали ли они вам. То есть помимо доверия должны быть еще какие-то взаимодоверия, взаимопомощь. То есть если вы всегда помогали человеку, даже если он вам говорил спасибо, он приходил на ваши дни рождения, он писал им смс-ки по ватсапу, говорил, большое тебе спасибо, ты мой хороший и золотой. Но вдумайтесь, помогал ли он вам, когда вам нужна была помощь, если нет, он паразит. Вы, может быть, с ним дружите. Но только это неправильно, это не настоящая дружба. Дружба всегда это едит. Ты мне, я тебе. Это и есть правильная, хорошая дружба. Только давайте не путать. Если вам человек тоже всегда помогает, да, и теперь вы ему помогаете, это правильно, это хорошая, правильная дружба. Но здесь есть маленький момент. Когда вы даже не помогаете другу, но вы готовы соучаствовать, вы готовы поделиться с ним чем-то, что для вас действительно дорого, это тоже дружба. Может быть, это немножко другой уровень дружбы, но это реально факт. Я приведу вам пример. Простой пример. Готовы ли вы, когда к вам человек приходит, отдать ему крупную сумму денег? В долг. Действительно крупная, которая для вас очень важна. Вы откладывали на машину 100 тысяч долларов, и сейчас он говорит, слушай, мне действительно нужна половина от этой суммы. Я отдам тебе через два года. Перед вами стоит вопрос. С одной стороны, с чего вдруг? Я работал, пахал на эту сумму. Но с другой стороны, вы уверены, у вас есть план внутри себя, и у вас есть факт того, что вы доверяете ему, что он действительно эти деньги вернет. Если вы сейчас не дадите эти деньги, что с вами случится? Окей, вы купите машину через год-полтора. Если она вам принципиально нужна, и вы таксисты, и вам нужно обновить ваш автопарк, окей, значит, вы не должны давать ему деньги, вы должны взять и купить себе новый автомобиль. Но если для вас это сейчас не принципиально, а ему вы сейчас доверяете, что он вернет вам эту сумму денег, то вы с ним дружите, это ваш друг. То есть, да, опять же, если немножко откатиться назад, то не значит, что если у вас есть возможность дать ему 50 тысяч долларов, вы будете ходить к нему, знаешь, дорогой друг, на тебе 50 долларов, я не знаю, нужны тебе эти деньги, не нужны тебе эти деньги, возьми полтинник, все, покупай там то, что тебе надо. Это не значит, что это нужно так. Но если у вас это есть сумма, и он вас попросит, вы готовы на это пойти, вот это и есть момент дружбы. Потому что мы, опять же, возвращаемся к одному из самых важнейших принципов дружбы, это доверие. Вы доверяете, что он вернет, вы доверяете, что ему это нужно. Потому что если даже вы доверяете, что он вернет, вы не доверяете, что ему нужны эти деньги, то, значит, это не какой-то ваш хороший друг. Дружба – вещь, которая не может иметь рамок. Если дружба ограничена чем-то, что я готов тебе дать 50 тысяч долларов, но не готов дать 100 тысяч долларов, когда нету никаких базисных для этого оснований. Это не дружба, это такой расчет. Полтинник ты мне вернешь, сотку, наверное, скорее всего, нет. Я готов с тобой пойти в ресторан, но если у меня есть факт того, что ты, может быть, не заплатил за себя, я тоже не пойду. Это не значит, что вы сейчас идете с другом в ресторан. Это значит, что вы идете сейчас с товарищем посидеть попить кофе. Если вы идете и знаете, что все будет хорошо, и он вас не обманет, не подведет, неважно, в чем это привляется, вот это и дружба. Если дружба имеет границы, это не дружба, это отношения. Дружеские отношения, но не дружба. Нельзя путать эти моменты. Примерно 100 лет назад Рэбе из Коцка, был такой великий праведник из города Коцка, он сказал, что у каждого человека в течение жизни должен быть хотя бы один друг, которому будет не стыдно рассказать самые сокровенные, самые потаенные свои истории, которые есть у тебя внутри. То есть все, что с тобой происходит. Как правило, есть вещи, которые мы не хотим рассказывать другим, и они делятся на два типа. Первый тип – это потому, что нам стыдно за эти вещи, и мы не хотим, чтобы это стало достоянием республики, достоянием всего народа. Это вторые вещи, которые просто могут принести какой-то урон, даже физический или материальный, нам самим. То есть есть какие-то там, я не знаю, кого-то обманул, я теперь не хочу об этом рассказывать, мне, может быть, об этом не стыдно, я не хочу об этом говорить, потому что это все выплывет, человек попадет, не знаю, подаст на меня в суд, ну, короче, это будет какие-то. А я действительно то, что просто аморально рассказывать, ну, у каждого есть свои скелеты в шкафу. Так вот, настоящий друг – это человек, которому вы можете рассказать обе эти истории. Те, которые могут вас выдать, как не очень нормального психического человека, либо как обманщика какого-то, да? Это настоящий друг. Вы знаете, что все будет хорошо, он никому не расскажет. И вот такой друг хотя бы один раз в жизни, наверное, должен быть у вас. В большинстве своем люди своих потаенных вот этих и каких-то неправильных, плохих историй, они их не стесняются. Потому что сами себе вы их не стесняетесь. Может быть, окей, бывает, что есть вещи, которые мы с вами какие-то поступки совершили, да, мы приходим домой, говорим, господи, мне так неприятно это все, фу, не хочу об этом думать, да? Но большей частью этой вещи, мы их не стесняемся сами с собой. Потому что сами с собой мы их не обсуждаем. Мы стесняемся, и их выкладывают другим людям. Поэтому мы, собственно, про них молчим. Потому что, ну, не хочется. Иногда не хочется, чтобы люди про нас думали плохо, иногда не хочется, чтобы люди думали, что мы другие, мы не такие хорошие, как мы на самом деле есть. А вот друг, которому все это расскажете, не будет про вас как-то думать плохо. Вот это, наверное, самый хороший друг. Но бывает, что дружба иногда перерастает в любовь. С точки зрения иудаизма, платоническая любовь как таковая практически не имеет места быть. Ну, не существует платонической любви. По крайней мере, между мужчиной и женщиной точно. Я это, кстати, когда-то понял в свои еще 15 или 16 лет, потому что между мужчиной и женщиной это работает так, что, скорее всего, либо это будущие люди, которым не будет вместе какой-то там, да, интим или любовь или брак, либо это прошлое. То есть, когда уже люди, что-то у них между ними было, они могут как-то общаться, все такое. Именно поэтому, кстати, одна из причин, почему люди ходят в иудаизме так принятые, перед свадьбой, они встречаются, но встречаются тайно. Чтобы потом никому не было стыдно за то, что если у них не получится брак, что кого-то смущает, да. И я видел такие пары, я в своей жизни попадал на такое, что когда ты приходишь кому-нибудь в гости, и там находятся люди, которые она встречалась с ним, да, я об этом знаю, он так получил, потому что я настоящий друг. У них не получился между собой брак, они оба женились, она вышла замуж. И вот теперь они сидят за одним общим столом, и ты видишь, как они общаются. Ты видишь, что здесь некоторый только момент, это не люди, которые друга не знают, да. То есть видишь, что здесь какое-то напряжение, и все остальные тоже это понимают. Но об этом никто не говорит. Это такой интимный вопрос. Но есть дружба, которая может перерасти в любовь. Может такое быть. Но любовь между мужчиной, мужчиной, женщиной, женщиной, нормальной любовь между мужчиной, женщиной, женщиной. Это не любовь, которая ведет тебя к каким-то платоническим желаниям. Это любовь, потому что, ну, можно любить своего брата, можно любить своего брата. Можно любить своего отца. Можно любить чужого мужчину. Да, я как мужчина, наверное, могу любить его, потому что если я хочу, я готов ему помогать во всем, может быть, это любовь, но она не ведет меня к каким-то полатоническим желаниям. Теперь нужно понять, любовь – это дружба, дружба – это любовь, или это две разные вещи. Смотрите сами, как вам приятнее. Но разнополой дружбы как таковой практически, на наш взгляд, быть не может. Как я хочу все это красиво завернуть, как я хочу вам красиво объяснить, и в чем вообще мое повествование. На самом деле, это все очень красивые слова. Но найти по-настоящему человека, который будет твоим другом, я, к сожалению, пока не могу на 100% ответить, если у меня есть такие друзья. Знаете, пока я вам все это рассказывал, мы с вами это все обсуждали, я подумал, что, может быть, несколько друзей у меня все-таки есть. Но я не уверен, насколько я к ним хорошо и правильно отношусь. Помните, с чего мы начали? Друзья ли вы мне и друг ли я вам? Наверное, в какой-то мере вы, мои друзья, я вас не вижу. Может быть, даже я когда-то не узнаю, кто видел мои ролики. Но я действительно вам пытаюсь как-то вкладывать, я пытаюсь делать вам какое-то добро. И то, что вы их будете смотреть, хоть один-то точно посмотрит, это уже будет обратным результатом. Вы посмотрите их не потому, что вы хотите сделать мне хорошую вещь, я посмотрю сейчас на мой Шелькина, и ему будет от этого приятно. Вы посмотрите, потому что вам интересно это смотреть. Но мне от этого тоже хорошо. И вот этот пинг-понг, как бы он не выглядел, наверное, все-таки в какой-то мере будет являться дружбой. А может быть, и нет. Может быть, вам действительно это будет просто интересно посмотреть, как просто посмотреть. А мне потому, что просто поговорить с вами. Так или иначе, найти друзей тяжело. Наверное, нужно их искать. Не важно, что говорили эти праведники, эти праведники. Человек нам необходим, потому что без этого никак. Есть твой партнер по жизни, твой супруг, твоя супруга, но есть еще другой человек, который действительно необходим. Зачем он нам нужен, не знаю. Не могу ответить на этот вопрос сто процентов. Наверное, потому что просто нужно, чтобы кто-то тебе, наверное, сказал, что ты такой-сякой, как в той истории, когда у человека не получилось сделать проект. Потому что муж либо жена, все-таки мы друг друга любим. И мы готовы говорить другу правду в лицо, но мы боимся, чтобы нам совсем не было плохо. Я не всегда готов говорить моей жене, что ты могла бы сделать так и так. Я боюсь ее обидеть. Я боюсь, чтобы она совсем себе не замкнулась. Я хочу, чтобы ей было только хорошо, только приятно. Я готов ей говорить правду, но не во всем. Вот человек, которому я готов все вылить в лицо, наверное, он мне нужен. И я хочу, чтобы он мне тоже все выливал. Я хочу вам пожелать только одного. Те, у кого есть друзья, это классно. Я вам по-хорошему завидую. Дружите с ними, держите их, любите их как друзей. Те, у кого друзей еще нет, давайте искать вместе. Обязательно идем, обязательно все получится. Встретимся в следующий раз.